Ярослав возвращается с тренировки. В руках огромный баул, в котором вся амуниция юного спортсмена. У вратаря ее гораздо больше, чем у других. После того, как переехали в арену на жасминную, вещи приходится возить с собой на каждую тренировку. Благо, что почти за всеми хоккеистами приезжают родители. Кроме как на машине, по их словам, добраться сюда невозможно. Дети не в состоянии доехать до этого месторасположения географического, не в состоянии таскать баулы. Форму сушить негде, оставлять негде, полный бардак. Форму пока сушат на газоне, погода позволяет. Так называемые сухие тренировки на физическую подготовку тоже проходят на улице. А вот и сама раздевалка, которую 10-летним мальчишкам приходится делить со своими старшими товарищами. Нравится вам здесь? Да. Хорошо, да, здесь? Лучше, чем во Дворце спорта? Нет. Сами хоккеисты, судя по лицам, сильных неудобств не ощущают. Гораздо больше и приходится терпеть юным фигуристам, также переехавшим из Дворца спорта. Руководство Карандин-арены не отрицает. Есть группы, которые выходят на лед в 7 утра. В другое время он просто занят. Здесь я не вижу ничего преступного. В Старом Дворце было точно так же все. Никто там не занимался с 9 утра до 9 вечера. Конечно, вместить две школы сложно, но тем не менее можно. И мы стараемся это сделать. И я думаю, что в ближайшее время все неудобства у родителей уже пропадут. В ближайшее время, по словам руководства Карандин-арены, решится вопрос и с раздевалками их уже строит, и с автобусами. В этой ситуации обещал помочь спорткомитет. Однако главный вопрос всех без исключения родителей спортсменов. Как случилось, что в столице края оказалось всего два ледовых дворца, один из которых закрыли, актуальности не теряет? Президент объявил, что хоккей является у нас одним из основополагающих видов спорта, да? Наверное, существуют какие-то программы по финансированию развития. И мы видим, что в других регионах, в Кемеровской области или в Новосибирской области эти программы работают. Только в Берске есть пять ледовых модулей. Где наши руководители? Почему их нет? Почему нет модулей? Нам не нужен этот дворец спорта на 5 тысяч. Нам нужен обыкновенный модуль. Где бы занимались дети. Кстати, еще один ледовый дворец в Барнауле начинали строить 7 лет назад. В 2011 году в центре города на проспекте Сибирском. Сначала все шло хорошо, пока строительство финансировала федеральная программа. Дворец передали спортуправлению и даже обозначили время окончания строительства 2014 год. Однако до сих пор дело не сдвигалось с мертвой точки. Почему-то спорткомитет вспоминает о заслугах наших детей, ну и в дальнейшем уже взрослых спортсменов, только когда они приезжают с большими золотыми кубками. Правда, в СМИ появилась информация, что строительство арены в Сибирском возобновят. В Рио губернатора дал распоряжение разобраться с проблемами, которые возникли после закрытия дворца спорта. Есть даже цифры, что арена сможет принять 800 зрителей. Должен продолжить работу и дворец спорта, который закрыли 8 августа. В пресс-службе правительства отметили, что собственникам необходимо более оперативно решать вопросы сохранения и развития здания. А пока тренироваться фигуристы и хоккеисты продолжат в арене, на Жасминной, в тесноте и в обиде. Татьяна Голубева, Павел Лауренин. Наши новости.